всем привет дорогие подписчики и те кто здесь впервые хотя откуда здесь нахрен взяться кому-то впервые для вас работает не для вас пашет нет для вас горбатица въебывает для вас как раб галерный бесполезный и я недавно узнал что оказывается на ю тубе можно выкладывать просто видео где ты проходишь какие-то тесты я всю жизнь бы так работал с радостью для вас записывал сраные тесты и прямо этим я сейчас всем предлагаю заняться тем более что тест очень важный предлагает сделать короче armoured warfare лучше предлагаем вам принять участие в опросе об изменениях в проекте армата версии 015 мы внимательно относимся ко всем замечаниям наших игроков и стремимся учитывать ваше мнение при разработке игры ваши ответы помогут сделать проект лучше но так пели когда-то разработчики из картошки так в общем то любые разработчики пели поют и будут петь что ваше мнение очень для нас важно пока вы играете и донатите хорошо я как никто другой вообще у меня душа болит за этот проект я просто желаю сделать его лучше поэтому сейчас с удовольствием пройдут этот тест и надеюсь что вы тоже будете сознательные граждане обязательно пройдете итак вопрос 1 когда вы в последний раз заходили в игру участвовали хотя бы в одном пвп или пве матч и я уже давненько не играю вообще в армарфейр не заходил недели две но советую вам выбирать в последние 24 часа почему потому что если выберите 5 дней или более пяти дней вы автоматом попадете в раздел игроков некомпетентных а некомпетентный это страшное ругательство в мире армор тварь проект аромата просто ваше мнение будет как бы всем до жопы потому что но вы практически не игрок вы играете очень редко вы следовательно ни хрена ни в чем не разбирайтесь поэтому обязательно выбирайте в последние в последние 24 часа я например кстати вчера вот только в игру заходил писал видео про артиллерии поэтому я заходил в игру последние 24 часа окей вообще надо было спросить как часто вы играете в нашу игру сколько дней в неделю сколько времени вы проводите они вот так вот ну да ладно кого кто ты кто и такой чтобы кого-то учить назовите максимальный уровень открытой вами техники ну я открыл 10 у меня есть пресс-аккаунт конечно же как у всех топовых обзорщиков армор тварь но я играл всегда на своем пресс-аккаунта мне практически не пользовался поэтому я открыл армату не открыла леопарда 10 левел я открыл челленджер 2 2 2 раза открыл 2 челленджер сначала я открыл его на девятом потом на десятом вот я открыл значит еще и абрамс на все это у меня естественно не хватило денег чему-то хотя играю всегда с пресс-аккаунтом еще и под бустами за доначивая периодически я играл и денег один хрен мне хватило только на армату но это все в общем-то в отличие от тех вододелов которые ходят по разным чужим стримом связанным с чужими проектами рассказывать там как он любит армату любил любит и будет любить я всех тех кто клянется в любви этой игре а сам сидит на пресс-аккаунте нихрена не качает это да это кирпич во все огороды я знаю что я на ютубе занимаюсь тем что хейтю но боже какие вы пиздоболы вы блять кричите везде как вам игра нравится 5 чуваки вот онлайн формате маленький все у друг друга на виду каждый бой все кого-то видят блять я никогда в бою не видел никого из вододелов вообще вот сука никогда а все потому что эти люди которые очень любят армату играют в нее почему-то либо на стримах либо когда им нужно записать гайд про какую-то технику вот такая странная любовь ладно едем дальше какая у вас любимая модель техники в игре любимой техники да никакая у меня не любимая модель техники в игре потому что я-то ненавижу все что вижу но давайте я напишу что пз-2000 паладин ну потому что арта арта в армад ворфер это действительно одна из самых удачных техник удачно реализованных удачно да она нагибает в более менее средних руках и безбожно довольно нагибает но что поделать техника действительно хороша на ней играть интереснее чем на танке которые нихера не видят ничего не может интереснее чем играть на и тэшки являем с третьей линии чем птурами стрелять бесполезными интересней в общем я за арту при этом у меня на арте очень мало боев каким классом техники вы играете больше всего ну я и наиграл больше всего обт потому что всем интересно было смотреть видео про обт и я просто я действительно постарался ради людей и на своем аккаунте я прокачивал бы ты причем советский обт в тот самый период когда советский обт ни хрена не нагибали я мучился блять на т-80 с дырявой башней я мучился на т-72 когда xm1 в днище вообще не пробивался я мучился когда челленджер челленджеру зашили форточку я как взял танк того левела я короче мучился 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 поэтому у меня больше всего боев на обт дальше а вы уже открыли хотя бы одну машину 10 уровня я не понимаю блять зачем вы спрашиваете об этом дважды видимо с первого раза до кого-то очень плохо доходит ну ладно да если да то какой пиздец надо все бля вызывали все все я открыл даже блять нельзя выбрать дак одну надо выбрать ладно я купил армату вообще вы спросили открыл ли я не купил ли я ну ладно окей армата пусть будет по-вашему снова какая машина 10 уровень интересного больше всего никакая все ваши машины 10 уровня тупое говно потому что даже на девятом уровне они были точнее и скорострельней на 10 уровень вы просто завезли им дамага побольше жизней и сделали за это косыми и медленными это отстойно но варианта никакая нету надо выбрать какую-то конкретную одну из всех какая машина вам интереснее больше всего до армата всем блять интереснее больше всего господи даже при том что польская курва нагибает и вообще имбой считаю челленджер но рандом говорит о том что все играют на армате насрать это очевидный вопрос очевидный скорее всего ответ укажите насколько вы согласны со следующими утверждениями о технике 10 уровня игры на 10 уровне сбалансированы не знаю абсолютно не согласен не согласен скорее согласен согласен абсолютно согласен но ответ согласен по моему тут доминирует я не знаю потому что я уже не играю давно как 10 уровня 10 уровне вышли так я собственно лыжи из игры то и намазал техника восьмого девятого уровне способны конкурировать с машинами десятого нет не согласен и это правильно что она блять что техника восьмого левела не конкурирует с арматой было бы охереть как странно если бы ты 90 конкурировал с арматой там я не знаю это это да ни в одной игре такого нету что техника восьмого левела конкурирует с 10 вот в том понимании что прям вот конкурирует она может зайти в тыл и наконкурировать ему в задницу это да но конкурировать лоб в лоб а именно так устроены все ваши карты до что все лобами на них сталкиваются нет она не может конкурировать абсолютно не согласен даже время и усилия необходимые для получения техники 10 уровня соответствует ожиданиям бля абсолютно не согласен я ждал чего-то другого я ждал наверное чудес я ждал слишком много и люто обломался играть на технике 10 уровня также интересно как и на технике 9 уровне также интересно как на технике восьмого левела иногда на технике 7 играется точно также потому что ветки абрамсов ветки леопардов и ветках челленджеров практически одни и те же машины идут с 7 левела и выше данного арьета там выбивается но это по сути тоже самое играть на технике 10 уровня абсолютно не согласен абсолютно не интересно А дальше, ну я ж хейтер, я должен хейтить, понимаете, укажите, насколько вы согласны со следующим утверждением об изменениях игрового процесса, он чё, бля, изменился, что ли, пока меня не было, общая эффективность ПТРК комплексов ПТУР в версии 0.15 значительно отличается от аналогичной версии 0.14. Ну, я играл на тесте на Сфинксе, я попытался ПТУРом выстрелить, его сбили и всё, я не знаю, по мне это говно ПТУРы, я вообще где-то слышал, что ПТУРы для хуесосов, но мне кажется, это слухи. Общая эффективность ПТРК в версии улучшилась, да я, бля, сказал, что не знаю. Чем вопрос номер 1 отличается от вопроса номер 2? Бля, нихуя не понял. Скорость вращения корпуса гусеничной техники значительно отличается в версии 0.15, но, насколько я помню, её там порезали, поэтому, но я не знаю, насколько, армата вроде нормальная версица. Скорость вращения корпуса гусеничной техники 0.15 положительно ли повлияла на баланс машин, да не знаю. Изменения в классе лёгких танков были заметными, не знаю. Выживаемость ББМ в обновлении 0.15 улучшилась, а чё, у ББМ были какие-то проблемы с выживаемостью, стой в кустах, дальше всех стреляй. Не вижу проблемы, поэтому не знаю. За счёт изменения скорострельности вращения выжимаемость техники разных классов улучшилась. Ебать, ну вы повесь, вы понерфили скорострельность, естественно, техника стала более живучей, потому что её теперь надо дольше убивать. Блять, абсолютно согласен, это логично. Дальше. 10. Пожалуйста, укажите, насколько вы согласны со следующим утверждением системы испытаний. Блять, я систему испытаний, честно, уже не застал. Мне нравятся задания, которые я получаю в системе испытаний, не знаю. Наград за прохождение испытаний соответствует усилиям, не знаю. Меня устраивают награды, которые, блять, не знаю, дальше. Абсолютно мне насрать на испытания, на всякие, я считаю, что если ты покупаешь пресс-аказин, ой, премиум аккаунт, если покупаешь, тебе денег должно без всяких испытаний хватать на всё, что тебе нужно. Пожалуйста, оцените по приведённой шкале степень важности доработки следующих аспектов для улучшения игры. Например, высший приоритет 1, низший приоритет 14. Бля, мне этот тест по ЕГЭ какой-то напоминает, хотя я о них только слышал. Задержка выстрелов, первый пункт. Я даже не знаю, кто, блять, составлял этот вопрос. Как вы думаете, по шкале от 1 до 14, какой приоритет должен быть в задержке выстрелов? Блять, до самого вопроса здесь нахуй быть не должно, как и не должно быть в игре задержки выстрелов. Блять, с какого? Не, давайте оставим её, нате вам приоритет 14. Я считаю вообще, что ты нажал на выстрел, а танк должен стрелять примерно через секунды-две и желательно мимо, и всем будут рады. То есть, ну, абсолютно тупой вопрос, естественно, что это очень важно. Баланс техники на высоких уровнях. Слушайте, ну, баланс техники, понимаете, это не та игра, где нация Америки воюет против нации России, и между ними нужен какой-то баланс. Все, блять, всё равно играют на одном и том же, поэтому какая нахрен разница, какой-то баланс. Просто все будут играть на имбах всегда и везде это будет. И незачем, как бы, понимаете, незачем делать технику одинаковой ради баланса. Уже достаточно того, что на всех танках НАТО стоит одна и та же пушка, а все танки пробиваются в одно и то же место, в люк. Какой в пизду баланс? Вы что балансировать собрались? Давайте ещё дамаг нахуй всем одинаковым сделаем, и точность будет вообще отлично. Пусть все танки будут одинаковые, круто. Баланс ОБТ, да насрать на баланс ОБТ. Долгосрочные перспективы в игре, кроме изучения техники. Это они про что вообще? Про глобальные карты и про всякую херню? Ну, давайте, что десяток. Я, конечно, сказал, что в игре просто нехрен делать, кроме как прокачивать технику и снова ехать на ней в рандом. Но я имел в виду то, что сам игровой процесс скучный, он не доставляет. Если ты теперь в клановых войнах будешь на тех же картах воевать 15 на 15 с теми же условиями, игровой процесс от этого не изменится. Я подозреваю, что вопрос именно об этом, что давайте мы как можно быстрее нарисуем глобальную карту, он не прокатит. Новая техника, приоритет, новая техника, да, блядь, какая новая техника, когда уже среди той, которая есть, царит уныние и однообразие. Пусть будет 9, не знаю. Новые ПВП-карты. Новые ПВП-карты это очень, блядь. Понятно, тут нельзя везде приоритет один поставить. Новые ПВП-карты это очень важно. Новые ПВП-карты это просто адски как важно, потому что карт мало и выпадают они просто одни и те же. Новые ПВЕ-карты, блядь, где тут 12 место? Нет, не так. Так, вот последнее место, вот настолько мне насрать на ваш ПВЕ. Не туда поставил, вот ПВЕ. Если бы ПВЕ у вас... Да, в жопу. Интересный ПВЕ это Left 4 Dead, но и то против игроков оказывается играть намного интереснее. Улучшение оптимизации. Так, 1 и 2 заняли, ну так, 2. Я бы вообще 1 поставил, потому что оптимизации в игре, я считаю, нет. Блядь, кто бы там не кричал про то, что у всех компы древние. Ну, видимо, на Запорожье зарплату-то завезли хорошую, да, учитывая, что доллар подрос за последние несколько лет. И вместе с ним выросли и цены на железо. И школьникам, и некоторым просто геймерам. Ну, короче говоря, блядь, комп новый купить хороший, это дорого. Это безумно нынче сейчас дорого. Раньше автомобиль можно было купить за ту же цену, за которую сейчас продается игровой компьютер. Чтобы играть в лучший танковый шутер на лучшем танковом движке. Поэтому, если вынуть руки из задницы и сделать нормальную оптимизацию, а при такой-то графике она вообще лагать не должна. То игровой компьютер не понадобится. В War Thunder же, например, люди играют на самых разных компьютерах. И абсолютно нет там никаких просадок. Включаешь стрим, включаешь запись, выкручиваешь графику на ультра максимум, просадок нет. Просто там движок не CryEngine, конечно. Да, и графика там, наверное, намного хуже. Да ладно, заезженная тема. Исправление багов. Ну, как вы думаете, на каком месте должно быть исправление багов? Когда там... Ну, это мне уже, честно, рассказывали, что когда армата едет задом, она почему-то нос задирает. Как вы думаете, на каком месте это должно быть? Конечно, блядь, на одном из первых мест. Новые оборудования. Ёп твою мать, да насрать. Мне и старого за глаза, и за уши. Просто достаточно оборудования на скорострельность, там, на сведение и точность. Остальное всё нахрен, по-моему, никому не надо. Новые классы техники. Это какие? Подводные лодки, что ли, ёп твою? Вертолёт, может, ведёте? Новые классы техники. Я, блядь, даже не знаю, что за новый класс техники. Ядерная ракета, блядь, ну пусть будет хер с ним. Пятый. Мне просто охереть интересно посмотреть, какой новый класс техники. А, я знаю, мотоцикл с коляской, наверное. Балансировка текущих ПВП-карт. Да там не балансировка нужна, там переделка ваших карт нужна. Убрать вот эту шишку, блядь, на этом, на нефтепроводе, с которой с одного респа, с нижнего, по-моему, да, раздал бы. Ну, все знают, что это за шишка, да, там, на холодной стали, там, тоже надо что-то делать. Пусть это будет называться балансировкой, окей. Добавление большого разнообразия в типы задач в ПВЕ-миссии. Так, где у меня тут? Так, баланс ОБТ, поздравляю, переместился на 11 место, потому что все связанное с ПВЕ мне абсолютно по херу. Если я захочу поиграть в интересные соло-игры, я скачаю соло-игры. Мне незачем за это, для ПВЕ, для ПВЕ-сеттинга, мне просто незачем играть в ММО. Большое разнообразие умений командиров и экипажа. Такая же борода, что единственные умения, которые нужны на точность, на скорострельность и так далее. Ну, достойное седьмое место, я считаю. Пусть будет. Ну, и окей. Сколько тут вообще вопросов всего? Вот, наверное, последний был. А что такое прев? Что за кнопка? Сбросить, наверное, не знаю. Дан. Да нам похуй, что там тебе надо? Thanks for completing this server. Как там? Welcome, ёпта, по-английски. Все, короче. Так что, я тест прошел. Ссылочку кину вам под видео. Можете тоже его пройти. Сделаем вместе игру лучше. Я знаю, что разработчики обязательно сделают так, как мы хотим, а не так, как им нужно, и не так, как они могут. Так что, заходим, проходим тест. Ну, и что-нибудь жмем, что-нибудь пишем и все такое. Или как там надо было? Попрощаться надо было. И прощание надо было спиздить, наверное. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...